всем привет привет ребята меня зовут настя вы на моем канале настёна п я всех очень рада видеть и сегодня одно из самых популярных видео на канале это покупки икея ашан удаленно покупаю я их в совместных покупках есть ребята я уже 10 раз рассказываю но кто видит первый раз есть ребята которые ездят в ашан и икея и онлайн фотографируют весь торговый зал но наиболее интересные предложения ты будучи дома по большому счету можешь заказать любой товар который там представлен с небольшой накруткой вот таким образом бываем ваша не икея несмотря на то что в брянске нет ни одного из этих магазинов я очень их благодарю организатор по закупке настя никиченко классный человек потрясающий организатор всех нас терпит с нашими претензиями с нашими какими-то закидонами в общем спасибо ей огромное покупка она двойная то есть это за два раза я заказывала не за один раз хоть я сумасшедший шопоголик но я всегда заказываю много что-то в последний раз я как не очень много заказала поэтому решила объединить значит сначала наверное будет икея вообще в икея я заказываю очень редко потому что икея это в основном мебель и что-то для дома для дома особо я стараюсь много ничего не покупать потому что как-то все есть а захламлять еще больше захламленную квартиру потому что у меня нет ни дачи ни гаража никакого места хранения больше мне не хочется но совсем недавно была огромная распродажа в икея и естественно что-то да мы обязательно заказали все мои друзья и я для своих друзей и в общем кто не участвует в этих закупках все равно заказ был не маленький первое что я заказала это будет вот такие контейнеры их здесь получается сколько штук три штуки у меня такие есть в классическом цвете зеленый желтый и синий такой больше голубой желтый и такой светло-зеленый и вот они выпустили новую совершенно цветовую гамму розовую девчачью они удобные они с крышкой я могу вам показать кто не знает если я смогу разодрать пакет ну тут вот серенький уже собран он они вот для всяких вот таких мелочей типа я там храню свечки что-то для вышивки у меня очень много всяких для рукоделия пуговичек всякой вот такой истории для мелочевки очень классно поэтому я прям вам рекомендую у кого вот есть думаю естественно такая мелочь которую надо где-то хранить вот это удобная вещь стоит она по моему регулярная цена около 150 рублей но мы покупали гораздо дешевле сейчас вот я не скажу но по моему 99 была цена или 129 ну в общем была со скидкой поэтому мы взяли я взяла три штуки что мне нравится в икее это абсолютно функциональные штуки то есть и они вы можете их ставить друг на друга они не будут падать потому что тут есть даже выемки внизу они можно могут стать вот такой пирамидкой башенкой и занимает достаточно немного места несмотря на то что всякая рассыпучка прекрасно тут хранится так что я рекомендую эту вещь у меня уже такая есть и она уже летала и Василису я откуда угодно такие вещи кидала и в принципе замок здесь достаточно крепкий но несмотря то что Василиса была маленькая она их не смогла открыть часто конечно уже открывает а совсем маленькая она как бы вроде неплотная но и совсем маленький ребенок не откроет ну по крайней мере я не могла открыть есть конечно талантливые дети которые могут открыть что угодно Следующий товар из Икеи, который был, это у них появились вот такие маленькие бутылки. У меня есть две большие, я там храню воду, ну, наливаю туда воду, потому что воду надо пить дома, естественно, как бы, или в графин, или что, бутылка мне нравится. Они такие крепкие, прочные, тоже уже падали, Василиса уже тоже все кидала, поэтому я заказала три. Они были, девчонки, по 50 рублей, поэтому я заказала три, и я думаю, что прекрасный вариант, я хочу туда просто наливать какие-то компоты, потому что у нас периодически варятся компоты, которые постоянно стоят в кастрюле, они меня раздражают. В этих кастрюлях будут храниться вот в таких бутылках, мою я, правда, эти бутылки очень странным способом, если вы как-то по-другому моете, расскажите мне, возможно, я приму на заметку. Я отрезаю кусочек губки, беру спицу вязальную, надеваю, как будто кусочек губки на вязальную спицу, и таким образом мою такие бутылки. Я не могу вам сказать, как их мы по-другому возьмем. Есть одна губка, я ее видела один раз в жизни в магазине для узких горлышек, но она стоила каких-то таких бешеных просто денег, что я прочелела, честно говоря. Она такая длинная-длинная и с какими-то такими штучками. Стоила что-то рублей 500, если я не ошибаюсь. В общем, я денег пожалела и продолжаю мыть вот этим старым извращенным способом. Но если у вас есть какие-то другие идеи, напишите мне, пожалуйста, чтобы я была в курсе, потому что я не знаю. И еще один товар из Икеи, который я заказала, это была вот такая рамочка, тут даже ценник есть, 59 рублей в дискаунте, по-моему, они были. Это очень легкая пластмассовая рамочка, здесь пластиковое такое, стекло. Мне вот эти рамочки нужны были для того, чтобы повесить Василисины грамоты. Ну, как грамоты, то есть у нее есть сертификат о дополнительном образовании, еще какая-то штука есть. В общем, мы это туда определили, в одну рамочку уже определили, во вторую, вот я вам, чтобы показать, пока ничего не вставляла. Но я думаю, что как раз такая доска почета для ребенка, когда у него есть хоть какие-то достижения, пусть они будут небольшие, мне кажется, что ребенка стимулирует на лучшее занятие. Хотя это мое субъективное мнение, возможно, вы бы с ним поспорите, но мне кажется, что это как минимум интересно. Поэтому за 59 рублей пластиковое, потому что у меня не бьются стены, я их все время приклеиваю, на то на двойной скотч, то еще на какой-нибудь крючок. И крючки команды почему-то у меня не держатся на стене, не знаю, надо, может, какие-то другие купить, просто какой-то другой вариант. Короче, пластиковая, хорошая и недорогая. Такая она не бьется, если ребенок вдруг уронит, тоже немаловажно, что она сохранится. Так, дальше у нас пойдут покупки из Ашана. В Ашане я уже много раз вам рассказывала, я нашла вот такие тесты для детей. Если у вас ребенок занимается где-то, это возможность его проверить, его знания. Если не занимается, то возможность с ним позаниматься. Очень классная штука, называется «Умные книжки». Я их купила все, их 7, по-моему, вариантов для одной возрастной категории 5-6 лет. Еще есть там 1-2, 2-3, 3-4, по-моему, вот так. Их очень много, они все разные. По большому счету, это развивающие материалы, которые помогают ребенку более хорошо ориентироваться в тех, скажем так, сферах, которые, возможно, вы где-то пропустили, есть пробелы. Например, у меня, как оказалось, это «Времена года». Мы вот одну из книжек проходили, я не задумывалась, что действительно ребенок, откуда он будет знать «Времена года». «Времена года», потом «Часы» у нас как бы не очень хорошо, потом «Природные явления» у нас тоже был очень сильный пробел, то есть дождь, снег, вьюга, гроза, там камнепад, ребенок не ориентировался. Поэтому вот такие штуки, вот такие книжки, видите, написано в ГОС, я рекомендую. Вы можете их купить, можете взять одну, можете взять несколько, они все разные, очень хорошие красочные картинки и, по большому счету, это рабочие тетради. Поэтому очень здоровская вещь, уже я подсадила еще одну свою подружку на такое, поэтому рекомендую. Следующее, что я купила Василисе, еще даже не открывала, вот при вас сейчас открою, это тренажер по чтению. Ну, это для нас, наверное, уже, мы уже переросли, потому что это совсем для начинающих читать. Василиса все-таки уже читает рассказы, просто слоги и буквы. Поэтому, если вы только-только начинаете читать, вы можете вот такую штуку почитать. У меня для Василисы, конечно, уже, она уже выросла и я, наверное, отдам все-таки, у меня есть знакомый, у которого маленький ребенок и пригодится. Василиса, конечно, уже выросла и это нам уже не нужно. А так, в принципе, вполне себе ничего, задание с картинками. И для каждой буковки посвящена своя страничка. Вот так. Стоит она недорого, поэтому я думаю, что каждый может себе позволить. Если у вас есть Ашана и Икей, имейте в виду, там такое вот бывает. Следующее, я вообще без книжек не могу обойтись, у меня каждый заказ в Икее, ой, в Ашане сопровождается заказом книг. Следующую книжку, которую я заказала для Василисы, по скидке она была, ну как по скидке не заказать, книжку. Это называется «Теперь я не боюсь» Екатерины Каретниковой. Тут про какого-то зверька, который, видимо, теперь не боится. Формат А4, картинки, в принципе, хорошие. Я стараюсь читать Василисе вообще такие сказки часто и много, чтобы она любила читать, потому что любовь к чтению – это залог очень многого. Сейчас мы читаем «Дядя Федор, пес и кот». У меня их все книжки. Я их покупала, кстати, издательство «Самовар». Я уже была взрослая, и я покупала их для себя, потому что я обожаю эти книжки. Их там много. «Дядя Федор, пес и кот», «Зима в Простоквашино», «Девочка дяди Федора», «Тетя дяди Федора» и еще чего-то «Дяди Федора». Ну, в общем, их много. Не на все сняты мультики, поэтому классная вещь. Ну, а вернемся к этой книжке. Это автор у нас Екатерина Каретникова, как я сказала, «Издательский дом Мещерякова». Вот такая книжка. Я думаю, что она пополнит нашу библиотеку, как минимум. Ну, не знаю, понравится или нет, мы еще не читали. Следующие две книжки я заказала. Это вот такие. «Волшебный котенок». Две. «Или секрет для друзей» и «Волшебный котенок» или «Заколдованные пирожные». Василиса тащится от котят, она обожает. Марусю она просто не выпускает из рук, когда дома. Бедная Маруся, ее залюбили уже, по-моему, до состояния Гроги. Не знаю, как понравится. Мы покупали такие же книжки, но подобные, автора по фамилии Веб. И они мне показались для детей постарше. Поэтому мы пока их отложили. Василиса подрастет, начнем читать. Этим не знаю, на какой возраст рассчитанный. Мы еще тоже не пробовали их читать. Но в любом случае, про котят, поэтому они в 100% у нас будут пользоваться популярностью. Я надеюсь. Поэтому тоже они были по цене какой-то очень смешной. То ли по 50, то ли по 49. Поэтому заходите периодически на сайт Ашана, если вы не проживаете рядом с Ашаном. И смотрите, возможно, там будут какие-то классные вещи за смешные деньги. В Ашане бывают крутые распродажи. Я вот заказывала, кстати, скейтборд. Там был по 129 или по 159 рублей. Естественно, мне не досталось, но я попробовала заказать. Дальше я заказала себе Космиа сухой шампунь. Я уже его покупала, он меня, в общем-то, устроил. Я, ну, так-то довольна. Я не пробовала, конечно, Батист. Все хотела заказать на Азоне, потом она туда пропала, потом опять появился. В общем, я когда-нибудь закажу и сравню. Но для своей ценовой категории, 169 рублей регулярная цена, он, в принципе, неплохой. Белых хлопьев он не оставляет. Перхоти какой-то, знаете, как пишут, тоже нет. Несмотря на то, что волосы у меня не светлые, я, ну, из задачих своих, в принципе, справляется. Поэтому, почему нет, 169 рублей нормальная цена для сухого шампуня. Хватает его, в принципе, надолго, если не, наверное, перебарщивать. Я так-то им пользуюсь только прям в критические ситуации, когда вот, ну, не помыл голову, или там вода закончилась, или как у меня недавно полетел просто кран. Хорошая вещь, вот купила второй уже штуку. У меня какая-то странная болезнь на баночке для рисования. У меня купила, наверное, уже штука 15. Все в этих баночках. И еще две заказала. Не знаю, я думаю, что не лишнее, но в таком количестве, конечно, не нужно. Просто там такие цены, они там были 10 рублей, 12 рублей. В общем, заказала просто баночки. Расилиса, может быть, будет художником, ей нужно будет много баночек. Пока что у нас вот их хватает. Ну, имейте в виду, что они там тоже бывают. Так, дальше я заказала первый раз, так как, в принципе, у нас котенок недавно. Вот такой наполнитель для кошек каждый день 5 литров. Это впитывающий. Попробуем. Из впитывающих я пробовала наполнители только Кацан. Вот сейчас у нас, ну, мне нравится. Ну, Кацан разрекламированная история. И за очень большие деньги, это за маленькие деньги. Поэтому попробуем вот этот. Возможно, нам тоже понравится. Купила два мешка, потому что они были, по-моему, по 70 или по 80 рублей. И, ну, я надеюсь, что как минимум неплохой. Пользоваться им можно. А больше у меня пока ожиданий к нему никаких нет. Но вот тоже можно заказать тяжелый. Только имейте в виду, что за раздачу вам придется нести его тяжеленный. Дальше я вам хочу рассказать классную вещь. Сейчас пошуршу. В этот раз в Ашане, их, кстати, не было очень давно, появились расчески Неженка. У меня есть про них видео. Я постараюсь оставить ссылочку внизу. Это расчески пластиковые. Они делаются на каком-то там заводе, на нашем российском. Стоят они 17 рублей. И я сравнивала их с Тангл Тизером. У меня есть расческа Тангл Тизер. Две штуки, прям родные американцы, которые стоили порядка полутора тысяч рублей. И я сделала вывод, что эти расчески Неженка расчесывают лучше Тангл Тизера. Действительно, это так. И вот видео, в котором я обязательно приложу, если не забуду, они будут. Вы сможете посмотреть разницу. Поэтому я заказала вот эти расчески 3 штуки по 17 рублей. Они обалденные. Я прям их, не знаю, про запас оставлю. Они очень классно расчесывают. Я в них влюблена. Они бывают не очень часто, но в последнюю поездку, по-моему, тоже были. Вот я покупала в предпоследнюю, сразу 3 штуки взяла, потому что они супер-супер-супер-мега крутые. Я всем вам рекомендую. Ну, хотя бы попробуйте, потому что они стоят почти бесплатно. Их почти бесплатно продают. И последнее, что я заказала в Ашане в этот раз, это были вот такие мелки для лица и тела. Легко наносить, легко смывать. Василисе мы еще их не давали, не пробовали ничего ими рисовать. Вот они запечатанные. Но Василиса к ним уже свои руки тянет давно, потому что вся эта покупка лежит тоже очень давно. Я надеюсь, что Василисе понравится. Она любит всякие такие штуки. Они перламутровые и делает Германия. Делает Германия, ребят. Я очень надеюсь, что будет неплохо. Были по скидке, поэтому Василисе я заказала. Очень мне интересно, как они... Не буду распаковывать, а то она расстроится. Ну, мы обязательно во влогах покажем, по крайней мере, попробуем что-нибудь нарисовать. Очень интересно, мне очень интересно. Я покупала просто для вот такого макияжа праздничного ей, как это, краски для, скажите мне, я скажу, для аквагрима. Мне не понравилось. Или нужно очень хорошо уметь это делать, или лучше вообще не пробовать. Потому что у нас они начали размазываться, что-то потекло, или, может быть, фирма была плохая. Ну, мелочки, не знаю, тоже попробуем. Вам потом расскажем обязательно. На этом мои покупки закончены в Ашане. Следующая покупка приедет буквально в эту субботу. Потому что там нужно очень срочно. Я заказала даже доставку. Кстати, девочки делают доставку до дома, до подъезда. Если вам нужно, они привезут, ну, за определенную сумму небольшую. И поэтому я очень рада. И мне не нужно будет ехать на раздачу и везти. Потому что я заказала пылесос в Ашане за 3 копейки. Обязательно вам расскажу в следующем видео, что это будет за пылесос и насколько он будет хорош. Обязательно сделаем тест-драйв этому пылесосу. Я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что на следующей неделе у Василисы день рождения. И, естественно, уборка необходима. Мы первый раз будем приглашать на день рождения деток. Ну, это так, отступление. На этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я буду всех очень рада видеть. Нажимайте пальчики вверх. На колокольчик. Что еще? Всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.